друзья всем привет лучшая лига мира добралась до турции где наши команды сейчас проводят сборы и сегодня мы проведем целый день с футбольным клубом родина а и 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 Мы придерживаемся стиля Родины, у Барса есть стиль Барса, у нас стиль Родины. Коммуникация с первой командой очень хорошая и главная задача для нас это, конечно, подготовка игроков для первой команды. Мы все вместе стараемся, чтобы росли молодые ребята и всегда готовы помогать нашими футболистами, поэтому надеемся, что у первой команды будет хорошая вторая половина сезона и все вместе работаем на достижение этого результата. Две команды, можно тасовать между собой игроков, это способствует развитию больше конкуренции, поэтому, думаю, хорошо пойдет на пользу. Чувствуется, что мы все вместе и общаемся иногда с ребятами, то есть сразу вливаешься в коллектив и чувствуешь, что за тобой смотрят. Особенность нынешних сборов в том, что команды очень много перемещаются. Они могут тренироваться на одном поле, играть на другом и это все в один день. Сегодня мы побывали на матче Родина-2 Бороц на этом стадионе. Через несколько часов основная команда Родина играет вообще в другом месте и сейчас наша задача просто взять и туда доехать, потому что это тоже достаточно непросто. Стартуем! Родина, да, это амбициозный клуб, который стоит в другом месте. Стартуем! Амбициозный клуб. Когда я понял, что в Торпеду не будет много игрового времени, сидели пообщались с руководством и надо было что-то решать. Принял предложение с команды Родины, познакомился на первый сбор, второй сбор с ребятами, в тренерский штаб, как бы здесь их представлять не надо, все профессионалы. Ну, вливаясь потихонечку в коллектив, все нормально, работаем, все нравится. Ну, самое главное, это как бы как показатель, да, это игры, они, так скажем, не на сборе, а в чемпионате. Готовимся к весне, дай бог, весной хотелось бы, конечно, подняться как можно выше. Амур Калмыков, твой хороший товарищ, я думаю, что не без его участия ты в том числе здесь оказался, да, наверняка ты с ним созвонился, общался. Он говорил, что очень легко адаптировался к команде, как у тебя с этим прошло, сколько тебе потребовалось времени, чтобы в коллектив влиться, может быть, ты еще вливаешься? Ну, можно сказать, что и вливаюсь, потому что прошло не так уж много времени, все нравится, в принципе, вот, на самом деле жду уже матчи, жду начала сезона, да, потому что сколько не тренируешься, все равно играть в официальные игры совсем другое, вот. Вот, насчет перехода, да, естественно, разговаривал с Амуром, спрашивал про команду, про внутри команды, про коллектив, ну, в принципе, все, что он рассказал, все как и есть. Любой футболист скажет, да, там, команда выигрывает и хорошо, там, да, первым делом-то скажет, командное достижение, но я считаю, что это немного лукавит, любой футболист, да, хочет забивать, ну, по крайней мере, на моей позиции отдавать в ревую передачу, да, понятно. Что больше нравится? Самое главное, да, это победа, да, как бы она ни была, кто бы ни забивал, самое главное, это три очка, но задача для меня, это как можно больше забивать и отдавать голы, как бы я буду здесь просто, конечно, хочется, я люблю и забивать, и отдавать, и отдавать я люблю не меньше, чем забивать на самом деле, тем более у нас есть, ну, тот же Амур Калмаков, да, который я прекрасно знаю, и знаю его качество, знаю, как он открывается, вот, и вот сейчас как раз осталось, там, буквально, получается, там, три недели достаточно, надо, будем опять вспоминать то, что было, и дай бог, чтобы весной, так скажем, опять эта результативность к нам пришла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий Владимирович, второй сбор в Турции, первый был в Дубае. Чем кардинально он отличается от первого и какие моменты хотелось бы здесь в первую очередь подтянуть, наверное? Здесь, наверное, стандартная ситуация. Был первый сбор, там задача максимально постараться команду привести к одному состоянию, знаменателю, общему. Первый сбор большой объем работы, силовая, и на выносливость много было упражнений, заданий. И, в принципе, про что я сказал в начале, выравнивая, наверное, общего состояния, чтобы максимально использовать второй сбор именно для игр, для сыгранности игроков, для тактических задач, да? Что хочется, что тренируем, что хочется, чтобы игроки переносили. То, что мы просим и на теориях, и на футбольном поле, на тренировках. Поэтому акцент на это. Ну, опять, чтобы это осуществить, важен был первый сбор, где, по сути, там два матча было, ребята по тайму сыграли. Удалось с хорошими командами сыграть, где вопрос мотивации не стоял, поэтому порадовали эти два матча и с этим настроением приехали. Да, вчера там неудачный матч в плане результата, но очень много подчеркнули в плане, наверное, да, что не получилось. Ну, много хорошего, скажем так. Можно смотреть на цифры результата, а можно увидеть то, что мы просили и что команда старалась выполнять. Да, конечно, были, наверное, недосчеты какие-то и пробелы, но это как раз то время, когда их нужно исправлять. Хотелось бы эти все нюансы, мелочи через матчи, которые здесь пройдут, максимально, скажем так, отточить до автоматизма, да, что в сезон хотелось, конечно, входить уже более и сыгранной командой, и более готовой к тем задачам, которые мы хотим увидеть. Вы работаете здесь со второй командой, мы видели вас на матче против боснийского бородца, вы приезжали. Какая вообще связь у вас с Франком Артигой, главным тренером «Родина-2», насколько тесно вы общаетесь, какая у вас коммуникация, что обсуждаете, может быть? Как и первый сбор, здесь на втором присутствует наша вторая команда, ну, по сути, 47 человек, да, ну, да, это где-то и помощь хорошая, потому что максимально много игр, и здесь есть возможность, и ребят, скажем так, да, по футбольным языком где-то пощупать в плане в игровых упражнениях. Опять же, будем привлекать матчем, потому что это наша молодежь, у нас и до этого был достаточно тесный контакт со второй командой, и так была огромная, наверное, помощь в плане, есть группа игроков, которая недополучала игровой практики, и учитывая, что есть сквозная заявка, и была прекрасная возможность для них, у нас 3-4 футболиста, через как раз матчи второй лиги безболезненно входили в матчи ФНЛ, то есть мы не боялись, мы ставили, мы понимали, что эти игроки в тонусе, что они знают наши требования, потому что они, по сути, часто в нашем тренировочном режиме, поэтому это огромный плюс для нас. Родина проводит очень мощное трансферное межсезонье. Будет ли с приходом новых футболистов перестраиваться схемы команды, либо они впишутся в тот стиль Родины, который уже есть? Я думаю, любой тренер хочет усиления, я в том числе, наверное, поэтому, наверное, акцент на это и был сделан, потому что мы чувствовали, что мы нуждаемся в этом, да, и радует, что сделали шаги в этом направлении. И фамилии в виде выделять, наверное, не нужно, вы знаете список этих игроков. Это достаточно квалифицированные футболисты с опытом и этой лиги, и лиги, которая повыше, поэтому на них очень рассчитываем. И радует, что они безболезненно влились в коллектив, потому что коллектив здоровый, и сами ребята отмечают, поэтому здесь и у них проблем с этим не было, и мы максимально постарались им помочь, чтобы побыстрее зайти в нашу семью, скажем так. Поэтому здесь шаг за шагом каждый день, каждая тренировка очень важна, особенно еще раз говорю, то наличие товарищеских матчей, которые сейчас у нас на сборах, и хотелось бы максимально, максимально перенести, еще раз, то, что я сказал, в начале те моменты требования, что хочется, что ребята и стараются делать, да, чтобы не получается, но радует, что шаги есть. Движение в этом направлении ощущается. И насчет схемы, структуры, знаете, есть прекрасная фраза великого тренера Лобановского, который сказал, да, игроки делают схему, потому что на поле она в каждую секунду может меняться. Есть направление, да, есть еще соперник, который ставит задачи, и, соответственно, ты должен по ходу матча управлять вот этими моментами и теми задачами, которые в данный момент появляются. Поэтому, конечно, есть структура, еще раз говорю, без этого никак не есть, но хотелось бы, говорю, хотелось бы быть очень гибкой командой, хотелось бы, чтобы ребята быстро реагировали на ситуации, которые будет предлагать соперник, и тем самым, еще раз говорю, до автоматизма доводить те задачи и требования, которые мы предъявляем. Будут ли еще какие-то новые футболисты подписаны, либо вы довольны и состав уже укомплектован? Прекрасное интервью было Анчелоте недавно про зимнюю трансферную кампанию Реала. Он, наверное, может себе позволить сказать, что нам никто не нужен, поэтому здесь его понять можно, но опять, и у них сейчас, как показывает результат, есть проблемы. Я думаю, что сейчас, может быть, я Анчелоте поменял фразу. Поэтому, наверное, любого тренера вы сейчас на побережье здесь проедете и спросите. Если это усиление, то это с удовольствием, и никто не откажется, скажем так. Так рассчитываем, конечно, на каждого нашего игрока и в них верим. Второй учебно-тренировочный сбор обеих команд завершится 24 февраля. Впереди еще в Турции запланировано несколько контрольных матчей, ну а дальше возвращение в Москву и финальная подготовка к возобновлению сезона. Ведь уже 5 марта в рамках первой лиги футбольный клуб Родина примет у себя дома ярославский шинник.